Всем привет! С вами Анна Надырова и проект InDubai. И мы продолжаем с вами брать интересные интервью людей, которые приехали в Дубай. И сегодня мы встретились с Катей, с Екатериной. А она приехала две недели назад в Дубай и сейчас поделится своим опытом в жизни в Дубае. Привет! Привет! Как дела? Как настроение? Хорошо, отлично, волнусь немножко. Расскажи себе, откуда ты приехала, чем занималась? Обо мне ничем особо таким интересным в Тюмени не занималась. Кстати, из самого лучшего города Земли, из Тюмени, из... Кто-то считает, что это Урал, но официально Урал, а так это, по идее, ну, Сибирь. Вот. Как просто жила обычной жизнью, работала, дом, работа, дом, работа, вот и все. А как получилось так, что ты вдруг решилась и переехала в Дубай? Да, на самом деле это было абсолютно случайно, хотя случайность не случайная. Просто познакомилась с тетенькой с одной, в Москве случайно в кафе. Она оказалась, она сама армянка, и приехала сюда очень давно и открыла свою компанию. И оказывается, ей нужны работники, кто вот английский, русский язык хорошо знают. Вот. И причем пришло уже, я познакомилась с ней в 2011 году, еще пришло уже два года, считайте. Только вот сейчас связалась со мной, говорит, Катя, отправься в резюме, если тебе интересно, попробуй, у нас как бы открыта вакансия. Вот. Ну и все. А до этого, как я с тобой познакомилась, два года, я мечтала о том, чтобы когда-нибудь съезжу в Дубай, я себе забирала всякие разные фотографии, картинки, там у меня на рабочем столе был этот пальмовый остров. Да, да, да. Я знаю, что мы живем, да. Вот. Ну вот и согласилась. Как раз получилось так, что уволилась с прошлой работы и благополучно приехала сюда. Супер, здорово. Ты переехала в Дубай, вышла из самолета, какие твои были первые впечатления о Дубае? А можно я расскажу, как я в самолете еще была? Давай, давай, впечатления, здорово. Это был первый раз, когда я вообще летала на самолете. В этот день из Тимени в Москву, из Москвы в Дубай, это был первый раз. Я плакала до этого, потому что мне было страшно, дико, дико страшно, вообще, что такое самолет, я не знала. И когда мы уже прилетали в Дубай, нам Сюардесса, как, да, Сюардесса, объявила, что все, мы приземляемся за 20 минут. Я уже была уставшая, на нервах, люди там, ну, в самолете очень, пространства мало, ну, вообще некомфортно оказывается, простой, как автобус, плотно, неважно. Вот. И я смотрела в окно и ждала, где же, где же Дубай, где же эти огни, где же это картинки, где эти, не знаю, там, красота, буш-калифа. Аль-Арапы и все остальное. Не было. Мы летали, кружили вот так вот, кружили над какой-то водой, темно было, пустыня, это, кстати, ночью было, повезло. И это, где-то корабли периодически, и как бы и все, не было ничего. Думаю, ну, когда же, когда же. И потом, я как раз сидела чуть, получается, после крыла, и из-под крыла тут же снизу разворачивается город, неожиданно вообще. Со всеми своими огнями, со всеми этими хайвэями, со всеми домами, маленькими, большими. Это просто было незабываемо. Я, хотя нам сказали, выключить, ну, все выключайте электроприборы, я бегом достала телефон фотографировать все. Я бы просто выключила симку фотографировать все, что какая красота, какой город вообще было незабываемо. Когда вышла самолета, не попала еще в жару, не знала, что такое жара дубайская вообще из Эмиратов. Попала в красивейший аэропорт, который оказался еще не такой же, как на картинках. Я посмотрела, как он выглядит. Чистый, красивый, с какими-то длинными эскалаторами, которые... Я шла, наверное, до пункта визы проверять, ну, не знаю, минут 20, наверное, очень устала. Потом вышла из самолета, жара. Мне мама предупреждала, говорит, ты выйдешь, будет парилка. Так, как оказалось, я еще была в пиджаке, потому что у нас там дождик шли, у нас-то как бы холодно было. Я еще не могла снять пиджак, потому что я выхожу, кругом все арабы-арабы стоят, кричат. Я знаю, что арабская стена, как бы тут нужно, ну, прикрывать все свои прелести. Я поэтому не встала себе в пиджаке, думала, что только приехала, в тюрьму загремут или что-то, или что-то, или что-то, или будет такое. Вот меня встретили, и все, поехали, едем, едем. И все, вижу, как вот опять же, это все и халиф увидела, и видела, и а-ля раб сразу же, как бы, ну, впечатления просто были очень-очень... Море впечатлений, да. Ну, это только первая ночь, первый день, потом все закончилось. Давай к тому, что закончилось. Трудности какие? С какими трудностями? Ты, ну, хотя ты совсем небольшое время здесь, но наверняка трудности какие-то уже, наверное, случились, да? Можешь рассказать немного о трудностях? Трудности, в первую очередь, то, что, ну, жара и жара, в принципе, недолго находимся на жиле. Трудности в том, что для меня был шок культурный, потому что здесь очень много людей других, которые, вот, например, уже как ты, а другие носят там сари, носят там эти все, не знаю, как они называются, длинные одеяния, именно вот, ну, по культуре, по своей. И для меня это было просто... Ну, потому что для меня все-таки это экзотика. Мы из Сибири, с далеко в городе, у нас негров, ну, чернокожих-то мало очень, там, два, как бы, видим и то. То есть, вообще, трудность в том, что меня здесь не понимают. Я думала, что я хорошо знаю английский язык, я хорошо его знаю, но я слишком хорошо его знаю из здешних мест. Потому что здесь его не понимают абсолютно язык. И приходится его ломать, как-то коверкать, говорить с буквой «р». И людей понимать, какой у них акцент, очень сложно. Потому что понять приходится на пальцах объяснять постоянно, что ты хочешь добиться от человека. Как ты выучила английский язык? Английский язык — это я всем говорю, что у меня талант. Ну, просто, на самом деле, так, потому что я занималась просто, как обычно, все люди в школе два раза в неделю. А потом просто самостоятельно стала смотреть всякие шоу, фильмы, без перевода, книжки читала. Как-то и вот так вот выучила. Многие люди у нас не знают английского языка, и они вот часто спрашивают. Вот мы планируем там через два месяца приехать. Давай как быстро выучить английский язык? Можешь что-то подсказать, посоветовать? Я могу подсказать сто процентов, что не надо бояться вообще, что нужно знать здесь английский язык. Его знать не надо здесь, на самом деле. То есть не надо бояться, что вы приедете, какие-то буквально пара фраз купить, не знаю, в местном магазине этот, как он называется, ну, разговорник. И все, этого будет достаточно. То есть не надо каких-то там супер-мега знаний. Наоборот, чем хуже, тем лучше. Правда. Прикольно. Клевый совет, на самом деле. Нет, это самое, очень клевое, потому что мне тоже девочка одна хочет приезжать в Дубай. И она мне рассказала, что уже три месяца готовит английский. Говорю, не надо английский здесь, не надо, езжай. Три месяца уже все, тебе уже вот так хватит. Давай к работе вопрос вернемся. И расскажи немножко, как ты нашла работу, как проходило собеседование. Вот в целом про свою работу что-то расскажи. Ну, собеседование прошло по скайпу, соответственно, раз не было возможности, я говорю, знакомы были с этой женщиной. Я прислала резьме, ждала, наверное, месяца, месяц или два ждала, когда мне ответят, потому что, ну, просто отправила и как бы, ну и все, и ничего нет. А спрашивать как-то, ну, неудобно, то есть человек получил, точно знаю, что не нужно. И вот, я думала, что уже все. А сколько времени прошло? Я говорю, месяц, где-то месяц, месяц с копейками даже, по-моему. Я думала, что уже все, не поеду в Дубай, не свежий, ничего, как всегда в Тимень и все. А потом, говорит, срочно свяжись, связалась, тебя отобрали, то есть там отбор был из многих людей. Потом мне сказали, там вообще очень высокие, ну, много кто приезжает, кто хочет работать. Вот. Давай скорее готовь визу, сдавай документы, все шли и все, и вылетай. И через буквально, это сколько было, 1 июля мне сказали, что берут, я отправила все свои документы, фотографии, там, все прочее, прочее, на визу. 9 числа сделали визу, и 14 числа я уже уехала, улетела, благополучно. А в чем твоя работа заключается, с кем ты работаешь? Я работаю в отделе продаж, я занимаюсь оформлением заказов и, соответственно, их, ну, чтобы контролем, что все было хорошо, на системе безопасности. Мы продаем системы безопасности, то есть это ворота, там, скрининги, знаете, металлы искать, которые в аэропортах стоят, которые оборудование для, опять же, для багажа в аэропортах. Это у тебя был опыт работы в такой сфере или не было? У меня не было опыта абсолютно, опять же, посыл такой небольшой, позитивный, что все мечты сбываются, я хотела работать с продуктом, который, ну, вот продукт, я работала на этом рекламном агентстве, и там, как бы, было постоянно то одно, то другое, ты 5, ты 10, непонятно что. То есть ты всегда находишься в таком мульти, мультизадачном состоянии, вот. У меня просто был подобный опыт, то есть главная требование, которую выдвигали для начала для меня, это то, что вела ли ты переписку с клиентами когда-нибудь, общалась ли ты с клиентами вообще? Да. Это я делала постоянно и на своей прошлой работе, и на моих прошлых десяти плюс работах. Вот, то есть, моя обязанность заключается в том, что я общаюсь с клиентами и удовлетворяю все их там требования, пожелания и так далее, клиент себе прав, чтобы все прошло хорошо, чтобы они оплатили в конце концов денежки, чтобы товар пришел там, там, все очень сложно, там, постоянно решаешь проблемы с таможней, потому что оборудование из Англии тебе нужно привезти в Россию. Ну, ты довольна своей работой? Тебе она устраивает? Мне она устраивает, да, то есть, эта сфера такая, как будто может показаться скучно, что это только компьютер, или все, звонков минимум, минимум там, например, в магазине, да, куча клиентов приходит, тебе знакомство и так далее, но это для меня. Бумажек много, то есть, все, чтобы было в порядке, я, да, довольна. Скажи, бытует миф, что людям здесь приходится вкалывать как рабам по 12 часов в сутки, какой у тебя рабочий график, ты сколько часов в день работаешь? Это все неправда, у меня рабочий день из 10 до 6, ну, тоже, как бы, задержки бывают там и так далее, ну, это нормально, как в любой работе. Плавающий обед, так как в России, я тоже думала, что тут будет много, на самом деле, даже тут работают меньше, это мы работаем пятидневку, потому что мы работаем, у нас клиенты в России, в СНГ и в Европе, а здесь в пятницу не работают, здесь в пятницу, насколько я знаю, выходной день. К тому же сейчас Рамадан идет, с Рамадан тоже вот сложно было, и они работают вообще, по-моему, до 4-х, потом они уходят там на, что там, какие-то там, ритуалы, молитвы, я не знаю, вот. Ну, тут вообще, тут опаздывают люди на работу спокойно, никто им за это ничего не делает, нет штрафов, то есть, все очень легко и спокойно. Ну, ты пять дней работаешь или шесть дней? Нет, пять дней работаешь. Пять дней работаешь, да. То есть, по-другому, пятницу, вот, от силы уходной. Как в свободное время проводишь? У тебя целых два дня выходных. Ну, на самом деле, да, это вопрос. Видела, когда такой животрепещущий, потому что вроде как много чего пойти, а как бы... То, что одна никуда особо... Мне постоянно девчонки говорят, девчонки здесь... Я работаю с филиппинцами, вот. Ну, они другие, совсем другие, опять же, это из трудностей, то, что не понимают себя, как бы, что ты за человек, как бы, что ты хочешь. Они не ходят никуда. Ну, они постоянно говорят, ты иди, иди, и, видимо, привыкли, что все русские гуляют. Вот там такой клуб, там топ-бар хороший, там постоянно русские тусуются. Иди туда. Я говорю, я хочу, куда я одна пойду. Пришла я одна. Здрасте. Что вы мне подумают? Слишком хорошо вы мне подумают. Поэтому я, как, погуляю в метро, там, обычно мои постоянные места, это либо Ибн-Батута, недалеко здесь, либо Дубай Мол, либо Мол Эмиратов. Ну, как, все такое. Какой твой любимый торговый центр? Какой ты порекомендуешься? Дубай Мол, безусловно, потому что там эти фонтаны, которые просто каждые полчаса показывают, это бесплатно. Тут вообще очень интересно, тут, на самом деле, в каждом торговом центре что-то посмотреть. Какие-то постоянно проводятся выставки. Вот, например, сейчас в Дубай Моле идет выставка Леонарда Винчи. Идет выставка какого-то арабского метода плетения ковров. Какие-то все постоянно тебе дают что-то угощают, тебе в рот суют какие-то мороженое, пироженое, сэмплы этих хот-догов и так далее. То есть тут, в принципе, везде можно походить. В общем, можно в кафе не заходить, можно по дороге наесть. Можно в кафе не заходить, да, можно наесть, потому что тебе при чем кричат. Там очень здесь развита высоко сфера продаж и услуг. И поэтому тут на тебя так насядут, что нужно быть очень аккуратным, чтобы не оставить кучу денег. И тебе постоянно что-то предлагают. Причем ты идешь, я иду вот здесь, а магазин вон там. Он тебе кричит и машет. Эй, hello, how are you? Ну, конечно, ты подходишь и продаваешься. А на море ты ходишь? Я ходила, была один раз на море. Один раз на море, и то с утра, потому что здесь очень жарко. Я боялась очень сгореть. Я в 8 утра приперлась на пляж, хотя очень странно никого не было. И оказалось, что подтягивали все потом уже в 12 часов, когда уже, мне кажется, просто дикое пекло. И они все сами по себе красные. Не знаю. И собираюсь еще, кто-то идти на пляж, что-то уже на выходных только. То есть тоже с утра. Пока что еще жарко. А можешь рассказать, вот ты готовилась к переезду, у тебя были картинки, фотографии. У тебя было одно, ну, ты читала что-то о Дубае, наверное, да? У тебя было одно, может быть, впечатление о Дубае. Когда ты приехала, оно могло измениться. Или это было одно и то же, то, что ты читала, видела? Это было почти одно и то же, то есть картинки все оказались правдой. Обычно у русских... Это не фейк, точно. Это не фейк, да, это не фотошоп, это все правда, как есть на картинках. Причем даже я в Инстаграм поставлю, выкладываю фотки, и там поставлю, о, как на картинке, прямо реплика. То есть точно так же. А то обычно у русских там одно, а потом приходишь, там, какушка. Вот, но для меня просто было неожиданностью то, что я не знала, что Дубай такой симпатичный город. Вот, я почему-то думала, что там европейцы, давно уже, как бы, арабов там нет, что Дубай это демократичная такая страна, ой, Эмират, город. Вот, и что здесь все такое более плавное, гибкое. На самом деле я казалась, что здесь все-таки арабская страна. Все законы про то, что я читала, они правда оказались, но я не верила, что там одеваться. В принципе, тут как-то более, кстати, лояльно относится все равно, но, как бы, ну, видно, что люди стараются, русские приезжают, там, юбки покупают, тоже себе юбку пила длинную, и все. Я не знала, что такое Рамадан, то есть тоже мне запретили здесь есть. Здесь вот сейчас открылись, а вот днем я пришла как-то раз, очень хотела сегодня есть. Я уже выбрала там все, они такие, да, мэм, мэм, хорошо, они-то все улыбаются. А вы только с собой возьмете, я говорю, в смысле, ну, потому что здесь нельзя кушать. Как нельзя кушать? Рамадан, так я же говорю, как бы, в кафе. Нет, у нас нельзя в кафе. И здесь, как бы, русские всегда могут договориться, и с русским можно договориться, здесь ни с кем не договориться. То есть, если тебе сказали нет, значит, нет. И не вздумай даже никогда сказать, ну, можно я покушаю, ну, пожалуйста, ну, вот я бы посижу здесь немножко, я никогда не помешаю. Нет, такого не будет, тебя с улыбкой, но, как бы, скажут, что девушка, извините, но у нас нельзя такого делать. Как долго тебе резидентскую визу делали? У меня резидентская виза пока что еще, у меня испытательный срок месяц, да, и мне сделали пока обычную туристическую визу. Надеюсь, это до 6 сентября. То есть, потом тебе будут делать туристическую визу? Да, потом если все хорошо у нас, у меня даже билеты уже на обратный путь, ну, потому что там без билетов обратных не дали бы визу на 14 августа. Но если все хорошо, то билеты отменят, и, как бы, визу сделают уже нормальную. Все, отлично, я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось, и резидентскую визу ты получила, потому что это очень важно здесь, в Эмиратах, да? Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет переехать в Дубай, вот он сейчас живет, например, в Украине, в России, там, еще где-то, да, в странах СНГ. И вот, что ты можешь посоветовать, какие-то советы дать тем, кто переезжает? Ну, я могу посоветовать, безусловно, что, опять же, про язык, не нужно сильно много учить язык, и здесь все равно придется, я реально понимаю, что очень хорошо знаю язык. Ну, уровень здесь не нужен такой, что там, какую-то школу с носителями языка, там, и так далее. Второе, нужно очень много денег, потому что, вот, кстати, говорили мне, что, вот, ты едешь в Дубай, это же страна дьюти-фри, там, все, шопинг, 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 здесь все дешево, без НДС, это все ложь. Это с первой инстанции, все очень дорого, очень дорого. Бывают, да, какие-то там скидки, но это нужно их искать, реально, то есть, очень много денег, там, очень. И то, что здесь говорят... Сколько взять с собой, посоветишь на первую инстанцию? Ой, ну, я даже не знаю, сколько там, посмотри, на сколько, на какой период, ну, не знаю. Ну, ты вот одна девушка переезжала, допустим, тоже одна девушка едет в Дубай. Ну, я могу просто сказать, сколько тратят за две недели. Давай. Ну, раз я за две недели, я, ну, я, еще, плюс, там, нужны всякие, где-то, ну, не меньше десятки тысяч рублей, я имею в виду, в долларах, получается, 300-400 долларов, вот, в две недели. Хотя, вроде, как бы, ничего особо не упало. В этом неделе 300-400 долларов, да? Нет, за две недели, получается. А, за две недели. Да, вот. Ну, в принципе, я еще сама по себе, как бы, растраще, поэтому совет касаемо денег лучше меня не спрашивать. То, что много денег надо, это сто процентов. И то, что, кстати, о мифах, тут можно поторговаться, читала, даже вот в магазинах, где написаны цены, и везде вот таких вот, да, как в торговом центре, может, да, все неправда, не поторговаться здесь не будет. Могут скидку сделать, а то, там, если ты скажешь, вот, у меня недавно сказала, сумка осталась 30 грамм, а я говорю, у меня 120 только 10 лет, и там, как бы, вот так они, да, да, сказали, что можно. Так, язык, деньги, что еще? Ну, готовиться к тому, что это совсем другое. Это не Россия, не Сангрия, не Украина. Кстати, здесь все нас считают Украину, Белоруссию, Россию, и Таджикистан, Казахстан за одну страну. Все это в другом, нужно быть, я лично устала от вежливости уже, то есть тут нужно прям всем улыбаться, всем постоянно говорить, писать в письмах ДиАР, ну, если ты не улыбешь, ничего не скажешь, ничего не скажешь, но они поймут. А для русских, как бы, мы достаточно такие, ну, что все говорят в другом, что мы не угрюмый народ, это все тут вот, очень надоело. Нужно к этому готовиться и выстраивать себя, что тут надо из себя, из кожи вам лезть, и... В общем, за месяц до отъезда надо начать тренироваться, улыбаться. Да, тренироваться, улыбаться, вежливости, ну, все-таки одежду брать желательно, ну, хоть в шортах, но они смотрят косо, то есть если вы, если снялись косых на вас взглядов, тоже ничего не скажут. Нет законов, нет штрафов, ничего такого, но если не снялись косых взглядов, то можете надевать мини-шорты, там, майку и так далее, но лучше быть аккуратным. Спасибо, Катя, огромное, очень много интересного мы узнали, и это твой, действительно, опыт, и я думаю, что многим участникам он обязательно пригодится. Вот, если кто-то из тех, кто вот переехал недавно в Дубай или живет, захочет с тобой встретиться, пообщаться, как с тобой можно связаться и можно ли? Сознаться можно, потому что я сама ищу друзей, у меня есть никого нет. Ну, давай мы видео-подвидеем твою, например, ссылку на твою страничку ВКонтакте дадим. Тебе можно будет написать, и ты ответишь с удовольствием, да? Да, да, с удовольствием. На этом, дорогие друзья, все. С вами была Катя и Аня, проект Индубай. Подписывайтесь на наши новые видео, смотрите их обязательно. Если вы хотите тоже принять участие и хотите дать интервью, проект Индубай с удовольствием придет к вам в гости или встретится с вами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.